Я тоже начал запись. Вот мои сотрудницы, так назовем уже смело, Марина и Елена. Мы делаем трех ракурсов. У меня фотоаппарат, который с видеокамерой будет висеть на животе. Что увидите, то увидите, не удивляйтесь. Но сейчас важнейший момент. Мы садим персики в Сибири. Я начинаю как? Рамки мы только сейчас сделали. Кому надо, тот уже видел, как я их делаю. Когда-то и два года назад я делал подобный фильм. Итак, поехали. Определили мы это место. Почему? Там запад, оттуда все ветра. Нам повезло, соседский дом закрывает две теплицы. Теплицы светлые. Когда будет солнце, тогда здесь они будут играть роль частично, а не полупрозрачные. Отражание света, солнца. И здесь будет микроклимат, здесь будет теплее, чем, например, вот тут вот, уже в метрах двадцати. На несколько градусов это точно. Причем даже в паспортную погоду. Вспоминайте, вы сидите за ровом автомобиля, вы шофер и выше шофер, любитель. Вот, и вы знаете, даже в паспортную погоду автомобиль всегда теплее, чем снаружи. Мы имеем не теплицу, но мы имеем, ну как ее назвать-то, полутеплицу, четверть теплицы. Мы имеем низгородцев. Здесь перед нами место предназначенное для самых нежных культур. Да, персик это нежная культура, да, наглость, но несколько факторов. Многие пришли к поводу, что что-то расти не может, только по той причине, что они не знают, никак принимают почву. Подчеркиваю, я не говорю про плодородие, общепринятые в смысле. У меня свои термины, свои понятия. Как принимает почва данное растение? Мы ему можем помочь только чем? Кислотность, ПАЖ начинается, да? Значит, супесь, чернозем, или как в летнике сплошной гравий, это мы опускаем. Дело в том, что самый важный момент, это нет ли здесь геопатогенной зоны. Итак, поехали. Значит, вы немножко отходите. У вас в обоих биополе в диаметре 4-5 метров. Вот. Это значит, что вы можете помешать, испортить мне съемку. Или как ее назвать-то. Ну все, я отхожу подальше. И вот. Вон они, саженцы. Людям показали вот эти вот саженцы? Все, я пошел. Вот здесь вы стояли, рамки крутились, да? Видите, чистое место. Чистое. Чистое. Кажется, нам повезло. Давайте так. Я надеюсь, вы меня слышны, мой голос. Вы далеко стоите. Просто, чтобы была объективная картина. Я похожу теперь. Тут можно садить. Еще раз. Так. Можно. А я теперь дополнительные картины, увидите, найду сейчас. Потому что они везде, эти места. Сейчас увидите сами. Так. Видели? Да, вот я там не могу. Не могу. Не растет. Не растет? Ну, значит, я не ошибся. Ну, еще ради интереса. Мне нравится ходить в погибающем саду. Хоть слово нравится не совсем подходящее. Вот. Видели? Все. Пока это самое. Не будем испытывать терпение наших зрителей. Вот. Мы начинаем посадку. Это уже откладываем. Так. Итак. Приготовленная тележка. Посадка по железову на холмы. Вот. У вас здесь малоснежье. Я этот проек знаю. Да. Здесь не бывает ни метровых, ни даже полметровых снегов. Так? Вот. Вот. Но. Все-таки. Отдельные годы сады случаются. Посадку ямы мы, естественно, как положено по железову встречаем. Примерно вот здесь мы определили, будет один сад. Да. Садим один. Вот. Для этого нам достаточно вот столько земли. Это для малоснежных районов. Сейчас я за лопатой скажу. Да, да. Мы используем возможности ландшафта. Это означает, что здесь склон. Вот он. Он идет к Енисею. Так, Енисея далеко. Но, тем не менее, склон имеется. Примерно 5 градусов. Это значит, что уже большой холм не нужен. Хватит такого. Здесь я делаю еще больше холмы, чтобы не притрагиваться лопатой к дерну, который застоялся. Но здесь была грядка. Здесь дерн был уничтожен вами. Правильно? Вот. В таких случаях что можно сделать? Все равно дерна нет. Немножко углубиться. Вот так делается ямка. Приходится немножко глубже зацепиться. Вот коренная земля. Вот она. Пока ямка выглядит вот так. Предварительно. Теперь мы берем саженец и секатор. И самое главное, что я вам должен объяснить. Я вам должен объяснить следующее. Значит, правила посадки сейчас вы узнаете. Вот. Первое. Второе. Это будет необычная посадка. Сейчас поймите, к чему я клоню. Мы для начала подготовили саженец. Однолетка. Имеет штамм. Но имеет запасные почки. Мы их заставим работать. Во-первых, по порядку. Вот эти корни практически целые. Они могли, будучи на своем месте, выкормить этот корон. И выкормили. Прекрасный однолетний саженец. Побеги уже так заложены, что уже на третий год он заплодоносил бы, если бы его не трогали. Но здесь, в Сибири, у нас все должно, как не стремиться, расплачиваться под землей. И из-за этого мы его здесь будем резать. И во-вторых, потому что корни нарушены все равно. Выдрано с любимого места, с привычного, с хорошего места, раз он вырос, да, вот такой красавец. И, наконец, этот отрезан вот здесь, он его успеет выкормить. А потом я вам покажу главное, ради чего мы здесь собрались. Про это еще пока не слово. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Вот здесь вот я примерился. Так, видите? Я отрезал примерно, судя по листьям, 50% кроны. Вот это все остается нетронутым. Он будет расплачиваться понад землей за счет этих листьев, то есть за счет этих веток, и за счет тех, которые проснутся вот тут. Когда наступят страшные морозы, вы сможете, кроме этого холма, еще подсыпать снегу. Задача. Полуукровная форма. Половина будет расти под снегом, не расти, а пережидать зиму. А верхняя половина пусть лезет куда хочет. Если верхняя половина отмерзнет, снова чик, вот, и он восстанавливается буквально за год. Главное, чтобы корни лучше появились. Вот это и есть мы интригуем. Самое главное, я еще не сказал. Итак, садим. Судя по корням, надо еще немножко углубиться. Мы спросили, хватит здесь земли. Сейчас увидим. Не хватит, подвезем. Смотрите. Смотрите. Видите? Вот это место на юг смотрит. Вот это. Вот. То есть, можете не смотреть. Обычно мы делаем метку, когда продаем. А в данном случае это подарок. Вот. Вот здесь вот юг. Где мы видели юг? Там, где ГЭС. Валерий Константинович. Вон там ГЭС. А, во-во-во, вы меня поправляете. Вот так садим на юг. Теперь. Зачем? Это уже другой вопрос в данном случае. Теперь. Он уже почти посажен. Заметьте. Мы везли тележку. Мы его заполнили. Секунд за 20. Везли секунд 5. Ямку я копал секунд 10. Ну, я больше говорил. А если бы... То есть, меньше минуты на посадку. А теперь сравните. Огромная яма. Вспоминаем этот фильм, который я делал. Посмотрел. Крутейший в России питомник. Гора Щебня. Гора Песку. Гора Травы. Стружек. Минеральных удобрений. Огромная яма. И воды. Потом она взяла... Она взяла... Высыпала почву из этого змеходика. Видно, что песок... То есть, это все сухое. И, наконец, она сказала. Неделю не поливать. А мы будем поливать? Я для чего завел разговор? Я чуть со сула не упал. И первую неделю не поливать. А он сухой стоял. Ну, ладно. Это я. Моя любимая тема. И так, почти готова. Но не все. Смотрите. Для чего понадобится... Фактически, учитывая вот здесь склон, да? Я еще говорю, если вы сдуру, извините за выражение, посадили, как принято, то есть, в ямку, чтобы не гнила корневая, то есть, это основание штамба, всегда, где есть, это как бы дополнительный совет, всегда есть небольшой склон, покажите вот этот склон, вот. Можно выкопать канавку и спасти дерево. А мы посадили на возвращение. У нас нет большой ямы, он уже провалиться не может. Там дополнительно некоторые хитрят, кол вобьют, подвяжут колу, чтобы как бы висел. Будет земля провалиться, а он это... Ну и дальше еще много нюансов. Мы, фактически, вот для такого, почему меня спросили, одной тележки хватит? В данном случае хватит только за счет склона. Уже сопливать ничего не будет. Так, некоторые нюансы. Я достал мазь Бугаркова. Чем она мне нравится? Она даже в морозы, я ей могу замазывать. Ну, это садовый вар. Это садовый вар. Да, на всякий случай, это вдруг не знаю. Называется садовый вар Бугаркова. Вот, ранку замазали. Вот, глупости, когда улучшат. Натурально. Меньше 50 сантиметров не замазывайте. Ну, что делать? Хватает таких. Раз. Теперь место, где отрезал. Смотрите. Если оставлять пенек, он начинает гнить. И гниль может пойти вниз. А, пенек от веточки отвергнет? Если оставлять. Фактически пенька нет. Но еще ближе. Получается, тогда мороз попадает сюда, отмерзает. И опять пошло вниз. То есть, все равно как бы пенек. Ну, вот это оптимальный вариант. Хотя ничего хорошего там нет. То есть, лучше бы дерево не резать. Но пересадка это будет. Редактор субтитров.